Казалось бы, пятница осталась позади, но поток новостей все равно не прекратился. Не успели люди перестать следить за сложными отношениями между Моргенштерном и его уже бывшей женой Диларой, как тут появилась инстасамка, которая в своем телеграм-канале разразилась настолько гневным постом, что задела даже Алишера. Помимо этого, не утихают и события в западной индустрии. Громкий камбэк ТК же, кажется, провалился. По крайней мере, об этом сегодня пишут многие критики и даже фанаты Эрнандеса. В этом ролике мы разберем события, которые так волнуют и захватывают рэп-игру. Что ж, давайте приступать. Но перед тем, как начать, новость для любителей криптовалют и вкусной еды. Есть инсайт, что в России скоро будет принят закон об оплате за товары и услуги в криптовалюте. Это большой шаг вперед. Уже в мае в свет выходит маркетплейс FoundFind. FoodPay – это торговая площадка с собственным блокчейном, без внутрисетевых комиссий, но с мгновенными транзакциями. Команда разработчиков специально для ресторанов и кафе создала бесплатное приложение FoodFind, работающее по всему миру. Проект дает возможность не только заявить о себе владельцам общепита, кафе и ресторанов, чтобы те могли привлечь новых посетителей, но и принимать платежи в криптовалюте. В компании любой человек может стать менеджером и подключать заведения, и, конечно же, получать за это отличный доход. Все ссылки будут в описании, ну а мы начинаем, поехали! Что ж, давайте начнем с самого громкого конфликта, с конфликта Даши Инстасамки и тиктокеров, а также других российских звезд. В чем же, собственно, дело? Не так давно, чуть меньше года назад, на телеканале ТНТ появилось шоу, которое поимело неплохую популярность среди отечественных зрителей. Называлось оно «Звезды в Африке». Это некий аналог Дома 2, но только все события происходят в Африке, где собираются многие участники для того, чтобы выполнять различные задания ведущих и совместно проживать практически под открытым небом. Естественно, что в качестве участников шоу появились не обычные люди, а звезды ТВ и ТикТока. Последнее было необходимо для того, чтобы привлечь к экрану молодую аудиторию, и с этой задачей должны были справиться Даня Милохин и Юлия Гаврилина, которые составляли костяк кастинга звезд в Африке. Так вот, к чему это мы? Совершенно логично, что взгляд продюсеров мог упасть и на инстасамку. Сами посудите, Дарья известна в интернете, у нее много фанатов среди молодой аудитории, которые пойдут за ней куда угодно. Также у нее есть связи в мире телевидения, и она просто лично знает многих продюсеров. Казалось бы, инстасамка это идеальный вариант для шоу, рассчитанного на скандалы внутри, но почему-то в кастинге ее не оказалось. Не так давно подписчики Дарьи задали ей вопрос, почему ее не было в шоу, и она ответила вот так. Господи, я когда увидела, когда вышел первый сезон, первая серия, я написала Максу, моему менеджеру. Я хочу туда, пустите меня туда, просто дайте мне в моей ноге шагнуть с трапа самолета на территорию Африки, включите камеру, я там буду устраивать просто полнейший ***. А потом я узнала, что там полностью все, типа все диалоги, все ссоры, все вообще, что там происходит, это все жесткий сценарий, и типа мне его надо будет соблюдать. И я такая, ребят, в смысле, я не буду, нет, no. Так что вот это не сложилось, не получилось, но я очень хотела вот на такое шоу, я там просто разъебу всех. Ну, к сожалению, или к счастью, ну вот, не получилось отыграться за Стаса Ярушина, понимаете, а хотелось. Потом я смотрю и понимаю, что-то слишком подозрительно высосаны из пальца конфликты и вообще претензии друг к другу, вот эти за столом, типа вот этот вот сахар. Естественно, такое отношение к себе участники шоу не могли оставить без внимания, и они накинулись на Дарью с обвинениями. На что та разразилась огромным потоком текстовых постов в своем телеграм-канале, среди прочего она писала следующее от цитата. Ребята со звезд в Африке, лучше помолчите, вся ваша жизнь это сценарий, многолетний контракт и Russia Forever. Вы все это знаете, живите с этим, никакой свободы, вас заставляют это говорить, верить в то, что вы Real Russian Superstars. Но это как индийское телевидение, о котором весь остальной мир не имеет понятия. Когда вы уже поймете, что не просто так именно их зовут на открытие Рутуба, не просто так они на телек лезут, не просто так именно их продюсеры владеют Вайл-ЖМом. Не просто так они все эти годы держатся и будут держаться своей компашкой неудачников, чья судьба зарабатывать миллионы в своей стране и улыбаться вам с экранов телевизора, как ни в чем не бывало. Как будто бы ничего и не случилось. Наверное, Даня Милохину по сравнению с детским домом это круто, вести шоу на ТНТ, но я думаю, сори, мне такие миллионы не нужны. Как вы видите, инстасамка в этих своих сообщениях прошлась не только по участникам звезд в Африке, но и вообще по большей части отечественного видеоблогинга и по многим молодым тиктокерам. Также она заделает тему Украины, прямо как Фэй, сказав, что многие тиктокеры сейчас предпочитают молчать, потому что им не хочется терять многомиллионы контрактов внутри России. В следующих постах она пошла дальше, цитата. В 2033 году ни одного из этих людей вы не увидите, живущих в другой стране в качестве блогера, если только они не пошлют Вайлджем куда подальше, а они у них не отберут имя и соцсети. Никогда ни один из них, кроме отпуска в отель или в виллу всей Аравы тиктокеров не поедет. Никогда, запомните мои слова. Телевидение, Ротуб, многолетние контракты, крутые тачки, много денег, квартиры в центре, безлимитные вещества и шампанское в бассейн. Да, но только в пределах своей страны. Здесь инстасамка напала вообще на всех, кто сотрудничает с российским ТВ. Между прочим, тут она из отдела Моргенштерна, которого тоже, возможно, имела в виду, потому что совсем недавно Алишер предстал перед нами в роли телеведущего. Уже привыкли видеть меня среди ведущих СТС, но тем не менее, всем привет. Не так давно на СТС начало выходить шоу под названием «Русский ниндзя», где ведущим стал Моргенштерн. Да, телеканал СТС известен тем, что любит приглашать к сотрудничеству рэперов. Когда-то и Слава КПСС был на этом телеканале. Я надеюсь, что судьба накажет его за то, что он предал это священное кресло. В общем, Инстасамка таким своим выпадом задела многих. Но почему она отреагировала так бурно? На наш взгляд, дело тут может быть далеко не в том, что Дарье противна позиция агентства Wild Jam и участие отечественных звезд и тиктокеров в телешоу. Возможно, Инстасамку могло задеть то, что ее саму на подобные проекты не зовут. Ведь если она просила менеджера устроить ей участие в звездах в Африке, это значит, что изначально предложение об участии ей не приходило. Мы допускаем, что многие телепродюсеры отказываются от сотрудничества с Инстасамкой, потому что ее репутация, прямо так скажем, настолько запятна, что даже для шоу ориентировочных на конфликты и склоки это перебор. Наверное, вы помните, как Дарья на виду всего интернета буквально унижала обслуживающий персонал, от курьеров до собственных визажисток. После подобных выходок от Дарьи отвернулись некоторые рекламодатели и сорвалось несколько крупных проектов, как, например, Фитц Клаба Кока и озвучка мультика. Неудивительно, что сейчас положение Инстасамки именно как медийного лица немного подправилось. Последние тикток-хиты вернули к ней внимание миллионов, а значит и крупные бренды рано или поздно сменят свое отношение. Но неизвестно, работает ли это подобным образом на телевидении. Видимо, Нетра с Дарью даже и не подумали приглашать на скандальный проект. Что сейчас происходит в рэп-игре? Все замерли в ожидании второй части бандана Тейпа и Кизару. Вот только если Егор сейчас отдыхает в Дубае, то Олег времени не теряет. Он продолжает радовать нас своими историями, где он занимается спортом или даже просто ест пельмени. Субтитры сделал DimaTorzok А если вы просто хотите себе купить такую футболку, то можете ее купить в том же паблике. Промокод KIZARUBPM, который нужно будет отписать в ЛС паблика, даст вам скидку в 15%. Ну а мы продолжаем. Необходимо поговорить и про громкую новость западной сцены. Такаши таки вернулся в игру, но с его релизом вчера мы кое-что перепутали. Мы ошибочно назвали трек Баба, хотя трек Баба на самом деле оказался слитой демкой еще из 2019 года. На самом же деле новый трек Эрнандеса называется Джине, и официально его нельзя послушать в нашей стране. Всему виной выпускающий лейбл, который решил бойкотировать российский рынок ввиду событий в Украине. Мало того, что у нас нельзя послушать трек и даже найти текст новой песни, так еще и клип, который Такаши вчера выложил в сеть, мы тоже посмотреть официально не можем. Однако клип перезалили неизвестно чьи телеграм-каналы. К слову про телеграм наш вы можете найти по ссылке в описании. Что хочется сказать про этот клип? Во-первых, сразу заметно, что Такаши пошел по тому же пути, что и Тимати. Да-да, этот трек у него, кажется, полностью выкупила компания, производящая энергетик Джине Энерджи. Конечно, текст песни не про этот напиток, но в названии как раз таки написано Джине, да и сам клип начинается с рекламной вставки, почти что как Чебупелли или Тантем Верде Форта от Тимати. Байк плавный, что может оказать ей должное сопротивление, За минуту уничтожить боль и снять воспаление. Во-вторых, в треке 25-м кадром Такаши диссит покойного Кинг Бона, а значит и Лил Дерка, который был другом и деловым партнером погибшего рэпера. Всем известно, что между Дерком и Такаши биф идет довольно давно, и сейчас он может выйти на опасный уровень, ведь ребята из Чикаго обычно не церемонятся, в ход сразу идут пушки. В клипе данный кадр появляется буквально на половину секунды и тут же исчезает. Ну и в-третьих, клип уже назвали провалом, хотя на Западе он и собрал неплохие цифры. Критики отмечают, что после перерыва ТК совершенно никак не поменялся, все те же биты, флоу и текст, непонятно чего мы все ждали целый год. Да и сам клип ничем не отличается от того, что он делал весной 2020 года. Конечно, конкретно эта работа соберет неплохие просмотры из-за эффекта камбэка, но если в дальнейшем Даниэль ничего не поменяет в своей музыке, то ему, видимо, грозит потеря всей карьеры. К тому же, сделка с энергетиком может еще раз говорить о том, что у рэпера есть финансовые проблемы, иначе зачем ему идти на такой репутационный урон, хотя денег он поднял все равно немало. Ну а на сегодня у нас все. Какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про подписку на мой личный канал по ссылке в описании. Ну а вы были на канале Убивай Би Пи, меня зовут Дмитрий Толченов, всем пока!